Привет, меня зовут Сымар, и только что у меня был эпический забег по Бангкорту. Наш автобус в Гангкорту прибыл на 4 часа позже, чем обещалось. Нас мы садили не на автобус, а на Касаран Стрит, сам сладкий на улице Гангкорта. Толпы туристы, не алкоголя. Мы покудались купить билет, сказали, что все опасно, но вы можете успеть, если подбежите вон туда, и там будет стоять автобус. И мы таки вскочили в последний автобус, под этим, как говорится, последние деньги. Но мы не учим, наверное, ехим. Возможно, мы учимся поспать, но это не точно будет. В этот раз в Таиланд мы ехали просто ради Таиланда. Не для того, чтобы постиг какие-то новые места или города, а просто, чтобы спокойно пожить в знакомом, уютном Чингмайе. В Крыльевских садах есть зона экзотических цветов, но то, что это биланда экзотика, для нас это дача. Здесь реально отечественный климат, прохладненько и цветы, которые растут у каждого на даче. Как обычно, мы приехали в Таиланд в сезон дождей. Для тех, кто не знает, что это такое, но это когда солнышко, птички, хорошо, а через 5 минут начинается вот такое. Я уже не раз говорил, что в Таиланде просто невозможно не хотеть есть, потому что еда в Таиланде, она везде. Она вкусная, ароматная, красивая, недорогая. Это стрит-фуд, это фрукты, это десерты, это кухни разных окружающих стран, например, японская. И, конечно, знаменитые банана, нутелла, панкейк. Если вы будете в Азии, вы обязательно увидите такой аттракцион, как катание на слонах. Но это, мягко говоря, негуманно. Недавно в Таиланде даже умер слон от того, что его закатали туристы. Поэтому мы решили быть осознанными и поехать к слонам просто походить со слонами, походить с ними, покупать их, посмотреть на них без катаний, без всякого цирка. И это было очень приятно и интересно. Вот так пролетел месяц, полмая, и мы били на автобусе. Вау! Ванк-бабанк! Автобусы как 20 часов, из них мы в пути 3-3,5. Зато выдают водичку в шоколадочке. Какой-никакой завтрак. Тут я бы очень хотел сказать, что 20 часов пролетели незаметно, но, камон, ребята, 20 часов в автобусе они не могут пролететь незаметно. Благо, дорога из Таиланда в Лаос очень живописная, хотя и очень неровная в плане количества поворотов. За окном постоянно то горы, то поля, то горы с полями, то туч над горами. А в ночь мы попали в офигеннейшую грозу. Было такое ощущение, что молния сейчас прогресса в автобусе он привернется к чертям, но, к счастью, доехали хорошо. 23 часа в автобусе по прекрасной лаоске по дорогам, заказ и здравствуй вам, пробанка в Ланюнии из 2 гора. Давненько я не делал рум-туры, так что пока спина отдыхает от работы, почему бы и нет? Вот такую комнатку мы снимаем в пробанке за 10 долларов за ночь. Она небольшая, но тут есть кондер, тут есть вполне неплохой самозел с ширмочкой. И лучшее, что здесь есть, это вид из окна. Вид из окна номер 1. А тут даже не идет туча да, очень странная колонна посреди комнаты. И вид из окна номер 2. По-моему, весьма неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот раз в Лаосе мы занимались ровно тем же, чем до этого месяца в Таиланде. То есть просто жили. Работали, гуляли, ходили по кафешкам. И раз мне нечего вам показать в плане успешательности или каких-то интересных мест, я просто покажу вам местные рынки и заодно расскажу про историю Лаоса и Луан-Пробанга в частности. Лаос Но регулярно страдали от соседей. Из-за своего положения на карте городок Лаос страдал от набегов в сыне чуть ли не больше, чем все остальные городолавы вместе взятые. Изначально это был маленький приграничный город, который образовало племя Лао, которые оббежали с юга Китая. Но потом на юге образовалась Сиамская империя. Сиамс пошли расширять свои границы и захватили Пробанг. Следующие несколько веков власть в Пробанге менялась ну очень часто. Его захватывали тайцы, отвоевали обратно лаосцы, захватывали кхмеры, отвоевали обратно тайцы, отвоевали у них лаосцы, снова захватывали кхмеры, а потом пришел народный герой король Фангум, отвоевал Луан-Пробанг у всех и сделал тут свое мощное большое королевство. Ну как мощное большое, по меркам Лаоса, новейшая история Лаоса не менее трагическая, чем древняя. Дело в том, что страна очень сильно пострадала от войны во Вьетнаме. Через Лаос проходила так называемая тропа Хаши Мина, которую очень сильно бомбили американцы. Использовались бомбы, газы, химикаты, отверлялись реки, озера, выжигались поля. Самое интересное, что до сих пор американское правительство отрицает свое вмешательство в дела Лаоса, но на территории до сих пор лежит огромное количество неразминированных бомб, что как бы намекает о том, что американцы здесь очень даже причем. Но не будем о грустном, давайте лучше о приятном, о еде. Вот так в Лаосе кормят монахов, а вот так в Лаосе питался я. Тут я мог бы долго рассказывать какая-то клевая лаоская кухня, навык хочется жратоньки, поэтому просто покажу как здесь сидят рис. Рис здесь сидят вот так. Да, кругами. Анти-санитария. А это традиционный дом зажиточной лаоской семьи. Он деревянный и стоит на сваях, потому что рядом четверка Меконг, которая в сезон дождей разливается очень сильно. В нем есть обязательно комната для подношений с алтарем и на стенах можно увидеть лаоские законы гостеприимства. Они не особо отличаются от отечественных хозяин должен налить гостю стоп курить свои водки, завернуть самокрутку из бетеля, накормить, напоить и спать уложить. Разве что без баньки. и он с подношений И какая же жизнь в Лонг-Пробанге без поездки к водопаду Куанг-Си? В этот раз он родился настолько, что стал не бризовым, а коричневым, а лестницы и ступени к нему залило водой чуть более чем полностью. Жизнь в Лаосе тесно связана на реке. Часто именно река, а не дорога, способ добраться из одной деревни в другую. И неудивительно, что важнейшее событие года это лодочные гонки. На сегодня все. И это могло быть все по Лаосу, но нет, мне еще два дня плыть на этой прекрасной, милой лодочке. Ну а об этом, ребята, в следующем выпуске.